Участникам ученства предложено представиться. Представьтесь, пожалуйста, полный судан. Александрова Валентина Александрова. Скажите, вы обстоятельства произошедших 1 августа в районе 14 часов в помещении гипермаркета Киеве расположено по адресу город Умас по спеклению на 34. Ранний мужчина подошел на кассу, был без маски. Было два творога. Я сказала, что нам нельзя обслуживать покупателю без масок. Ну а что, руководцы запрещают. Ранний мужчина взял товар, пакет и пошел на кассу. Ну я ей сказала, что нельзя выходить. Подошел охранник. Ну я нажала кнопку. Ну, сказал, что товар нельзя выносить. Ну и мужчина руку вытолкнул. А в зерну охранника руку. У меня вопрос к вам. Поясните, охранник, который хотел задать товар у Мамаева, применял у него физическую силу охраниться? Нет. Просто что произошло потом, когда охраннику не удалось забрать товар у Мамаева? Дальше я начала работать с покупателями и, ну, прямо не уши сами. Не обращали внимания, да? Да, пришло. Я слышал покупателей. Впоследствии у вас Мамаев оплачивал указанный товар? Товар не был оплачен. Свидетель у Александрова вопрос. Вы наставитесь на своих показаниях? Подтверждаете их? У участников очной ставки есть к другу вопросы? У меня есть вопросы. Предлагал ли покупатель вам оплату? Ну, в моем лице. Вы сказали, что хотите оплатить товар, но я говорю, что без маски нам нельзя обслуживать покупателей. Ответьте, да, нет. Предлагал принять оплату? Да, нет. Предлагаю. Предлагал взять оплату. Ваши действия какие были? Я написала, что без маски обслуживать покупателей нам нельзя. То есть, вы отказались принять оплату, правильно? Ну, я сказала, да, что нельзя обслуживать покупателей без маски. Вопрос звучит следующим образом. Вы отказались принять оплату? Да, нет. Я не приняла, да. Вы отказались принять оплату? Да, нет. Ну, не приняла. Вы пояснили, по какой причине вы отказались принять оплату? Да, нет. И ваш ответ? Да, я объяснила. По какой причине? Что нельзя обслуживать покупателей без масок. В ответ на ваш отказ, я, покупатель, что-то у вас просил, предлагал, требовал, может быть. Спросили на каком основании, предоставьте закон там что-то. Я позвонила администратору, попросила вас пройти на инфопункт, что там все документы. Вопрос слышали мой? Вопрос звучит следующим образом. Я, не вы что-то там сделали, до этого мы еще дойдем. Я лично у вас что-нибудь просил, предлагал, требовал. После того, как вы мне отказали. Вы попросили, чтобы вызвали администратора, чтобы объяснило на каком основании. На мою просьбу, как вы отреагировали? Дальше опишите события. Позвонила администратору. Назовите конкретно фамилию, имя, отчество, кому вы позвонили. Какой был разговор? Юлия Головинская. Это администратор. Это администратор магазина ОКЕЙ. Не магазина ОКЕЙ, а администратор на кассу ОКЕЙ. С какой целью вы к ней позвонили? Я ей объяснила ситуацию, чтобы она подошла на кассу и разрешила конкретно объяснила. Подойти она не смогла, так как была обнимается. Как вы описали эту ситуацию администратору кассовой зоны? Что покупатель без маски желает обслужиться. Что значит обслужиться? Вы мне поясните, пожалуйста. Приобрести товар. Приобрести товар. По какой причине Юлия не пришла? Как она пояснила? Она одна была на инфопункте и ей нельзя было покинуть. Спрашивал я у вас, просил, требовал сослаться на какую-либо норму права, на основании которой вы отказываетесь. Я вам объяснила, что все документы на инфопункте. Вопрос звучит следующим образом. Я про себя спрашиваю. Я конкретно спрашивал у вас, чтобы вы сослались. Спрашивали. Назвали ли вы какую-то конкретную норму права, дающую вам основания для отказа приобретения товара? Наше руководство... Не про руководство сейчас идет. Про норму права. Я вам объяснила, что на инфопункте все документы. Подождите, подождите. Давайте мы к этому вопросу. Вопрос звучит следующим образом. Вы конкретно ссылались на какую-то норму... Я вас спрашиваю норму права. Вы скажите, да, нет, ссылалась, либо не ссылалась. На норму права. Ссылалась. На какую норму права вы сослались? Что нам запрещено. Понимаете, что такое норма права? Про законы? Статья такая, это федеральный закон такой-то. Я вам объяснила, что все на инфопункте. Статью я вам не проговариваю. Подождите, вы только что сейчас сказали, что вы сослались на норму права. Пожалуйста, поясните. Вопрос не так поняли. Давайте уточним. Кассир. Когда отказывал, он ссылался на норму права? Понимаете? Я думаю, что я сниму этот вопрос, потому что связитель вас не понимает. Когда я с вами общался, в руках было что-то? Телефон. Поясните, что я делал этим телефоном? Снимаю ситуацию, которая происходила на кассе. Спрашивали вы у Юлии по телефону, чтобы вам она сказала конкретные нормы права, на основании чего вы можете мне отказать. Я не спрашиваю. Вы говорите, что от вас требовал работодатель отказывать покупателям без маски в приобретении товара, правильно? Вас работодатель как-то с этим требованием ознакомил? Приказ может быть есть? Приказ есть. Приказ есть. Приказ есть. Можете сказать, пожалуйста, когда и кем этот приказ был издан? И были вы с ним ознакомлены? Ну, была ознакомлена, прочитала. Под роспись. Вот давайте вот это зафиксируем. Так. Что? Имеется ли у работодателя приказ, согласно которому кассирам запрещено на кассе принимать оплату за товар? Да, есть на инфопорте. Можете назвать реквизиты этого приказа? Реквизиты? Номер, дату, кем подписан. Нет. По какой причине нет? Нет. Не хотите, отказываетесь, либо еще какая-то другая причина есть. Вас предупреждали об ответственности за отказ от дачи показаний. Вы ознакомливались с этим приказом под роспись? Ключевое слово под роспись. Под роспись, да, все ознакомились. Подождите, давайте без... Да, по-моему, четкий ответ. Да, нет. Да. Послушайте, она имеет право отвечать так, она как захочет отвечать. Ну, я хочу, чтобы это был не отказ от дачи показаний. Ну, вам можно не давать показаний? Мне можно. Вы правильно заметили. Мне можно. Она тоже может также воспользоваться статьей 51. Ну, это если в отношении нее лично будут касаться. Сейчас пока что касается меня лично. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы ознакомливались с этим приказом? Точную дату я не помню. Начало мая. Или конец апреля. То есть в конце апреля, в начале мая, правильно? Правильно. У вас еще много вопросов? Да, у меня очень много будет вопросов. Я никуда не спешу. А я спешу. Давайте все-таки уважать. Сколько раз ознакомливались с этим приказом? Один раз? Один раз. Этот приказ находится у вас на рабочем месте? Ну, на кассе я не вижу. На кассе нет. Не находится. Зафиксировать этот вопрос ответ. Содержание этого приказа. Я снимаю этот вопрос. Почему? Он не относится сейчас вот к настоящему. Я поясню. Значит, работник кассы ссылается на некий приказ. Требование работодателя об отказе. А можно у них внутренний приказ? Соответственно, он... Они бы не вешали информацию на... В соответствии с законом о защите прав потребителей, работник продавца обязан сослаться и предоставить нормативный документ, на основании которого он действует. Ну, у кого сосылается на то, по этой статье? Вот давайте, вы максимально вспомните. И вот как вы вспомните, мы сейчас это запишем. Что написано в приказе? Да. Дословно я не могу. Ну, дословно и понятно, что у них стихи не выключат. Вы саму суть, пожалуйста, изложите, что написано в приказе. Руководство. Окей. Ссылается на статью... Какая? 68 или... Нет. Это постановление правительства. Вы не должны его помнить. Номер. Уточните, пожалуйста, без маски у работника или без маски у покупателя? Как вы покупатели? Ну, так и мы. Мы все... Ну, у нас, наверное, отдельно какой-то там... Нет, подождите. Как работодатель ваш может ограничивать права покупателей таких лиц? Я вас поэтому и спрашиваю, что работодатель издает приказ в отношении своих работников. И ни больше, ни меньше. Вот я вас и спрашиваю, что он издал приказ не обслуживать без маски в отношении вас лично, работников, да? Он в приказе указывает конкретно должности, профессии, без маски нельзя обслуживать. Или он там указал, что нельзя... В приказе указано, что мы не можем обслуживать покупателей без масок. Да, вы не можете обслуживать, вы обязаны носить маски. Я вас поэтому спрашиваю, уточняю. Покупатель. Если покупатель без маски, мы его не можем обслужить. Вы услышали мой вопрос В один раз в будущем Субъект приказа кто? Работники, которые должны носить маску Или покупатели должны быть в масках И их без маски обслуживать нельзя Кто должен носить маску? Кто субъект приказа Не в связи с покупателем Кто должен исполнить приказ Кто должен маску для обслуживания Мы не можем обслуживать без масок И покупатель должен быть в маске То есть, вы должны быть в средствах индивидуальной защиты, и покупатель должен быть в средствах индивидуальной защиты. То есть, правильно ли я вас понял, что ваш работодатель устанавливает ограничения в отношении третьих лиц? Снимаю вопрос, фиксирую и снимаю его. Хорошо. Гадайте. Ну, извините, вы не слышите, как ущелкните. Давайте, говорите вопрос. Правильно я понимаю, что работодатель устанавливает правило поведения граждан, в скобочках покупателей. Правильно ли? Какое поведение? Я снимаю этот вопрос, вы можете на него не отвечать. Правильно ли я понимаю, что работодатель что делает? Устанавливает правило. Правило. В отношении третьих лиц, в скобочках, потребителей, запятая, то есть, выполняет законодательную функцию. Почему у нас работодатель этим начал заниматься, для меня это, конечно, непонятно. Ладно. Да, вы говорите. Значит, возвращаемся к той ситуации, когда вы поговорили по телефону. После того, как завершился телефонный разговор, что дальше произошло? Вы взяли товар и прошли. Давайте, мы будем максимально подробно стараться описать ситуацию. Как ответила, так и записываю. Ваш ответ какой был? Взял товар и ушел, да? Покупатель взял товар, пакет. И вышел? Да, спросили, почем пакет. Я сказала, и пришли мне в кассу. Я сказала, что спросили, почем пакет или что? Да, там был такой вопрос. Зашел мне по кассе, я сказала, что с неоплаченным товаром нельзя выходить. Сколько? Писать сколько? Спаскопишь, конечно. Как? 9,90. 9 рублей 90 копеек? И вышел заказ с неоплаченным товаром. Перед тем, как выходить, что-то говорил, пояснял свои действия, что я буду делать, что я номероваюсь делать, почему я буду это делать. Я не помню никаких пояснений. Я помню, что взяли товар. Вот, давайте тогда зафиксируем, чтобы не было. Так, стал выходить, то я как-то пояснял свои дальнейшие действия, да? Да? Да, да, да. За мной была ли какая-либо очередь из других покупателей? Была. Зафиксируйте, пожалуйста. Как себя вела очередь в той ситуации? Возмущенная. Возмущенная. Вот, зафиксируйте, пожалуйста. В чем суть этого возмущения была? Почему они возмущались? Что они высказывали? Ну, просто своими словами опишите, в чем суть возмущения очереди. Возмущение в том, что очередь не продвигается. Так, запишите это. Предлагали ли вы мне пройти куда-либо? Если да, то куда? Пройти на фонфакун, познакомиться с приказом. Давайте сначала пройти на фонфакун, а дальше я задам вопрос. С какой целью? Подождите, она ответила уже, познакомиться с приказом. Она только что это ясно и четко сказала. Хорошо, тогда я уточню сейчас. Уточняющий вопрос. Задавайте. Уточняющий вопрос. То есть, вы мне предложили на инфопункте ознакомиться с приказом или переговорить с руководством, с администратором и тому подобное? Здесь, пожалуйста, уточните. Я скажу, что на инфопункте есть администратор и есть приказ, ознакомиться с ним можно на инфопункте. Смотрите, я вам напомню, что есть видео, видеозапись. Если вы что-то не знаете, не помните, то, пожалуйста, не сочиняйте, чего не было. Я ничего не сочиняю. Хорошо. То есть, давайте для протокола зафиксируем, что вы мне предложили пройти на инфопункт, чтобы ознакомиться с приказом и с администратором. То есть, и то, и то. Да. Вот вы фиксируете, что и с приказом ознакомиться, и с администратором поговорить. Приказ на инфопункт. Что в ответ я сказал на ваше предложение? Мы сейчас возвращаемся опять обратно. Да, да, я вот так вот делаю. Представляете? Смысл просто. А вам не надо смысл понимать. Вам нужно давать проводивые показания. Вы можете отказаться, если хотите. Нет, она не может отказаться. Я, может быть, специально делаю так, что я сначала одно спрашиваю, потом другое. И вот таким образом, чтобы человека вывести на определенные ответы, которые он не сможет скрыть. По сути очной ставки. По сути. Это все по сути. Все по сути. Значит, еще раз ударю. Суть тут одна. Вы вышли с неоплаченным товаром. Открыто его похитили. Вот суть очной ставки. Надежда Николаевна, давайте мы не будем провоцировать написание мной сейчас заявления на вас. Давайте все-таки мы будем продолжать допрос. Мы вправе писать все, что хотим. У нас не допрос, у нас очная ставка. Очную ставку, да. И согласно очной ставке, я имею право задать вопросы. Те, которые считаю нужным. Потому что для суда они пригодятся. Потому что если вдруг с этим свидетелем что-то случится, да, вот эти показания мне очень сильно... Да все, что угодно может случиться. Задавайте вопрос, давайте. Вы не смотрите, я там в отпуск вы веете. Ничего страшного. Вы так не пугайтесь. Он у нас хорошее спокойное восхищение. Да, да, просто. Значит, на чем я остановился? Вот вы меня просто сбили, понимаете? Что я вам ответил в ответ? Да, что я ответил на ваше предложение пройти на информпункт, ознакомиться с приказом и поговорить с администрацией. Что, как я отреагировал? Вы сказали, чтобы администратор подошел на указ. Зафиксируйте, пожалуйста. Администратор пришел? Нет. Нет, администратор не пришел. Давайте зафиксируем. С какой целью я отошел? Я не помню, что ты сказал. Не помню. Отошел. Куда отошел? И что я делал? Ну, я вот, как я взял товар, куда я отошел? Отпишите мои действия. Ну, как, я заказываю линию. Так. Отошли, заказываю линию. Что вы подразумеваете под словом кассовая линия? Опишите, просто я не понимаю вот этого. Что такое кассовая линия? Кажем рамки. Пожалуйста, уточните. Эти рамки каким-либо образом сработали? Там сигнал какой-то подавали или что? Просто я не знаю, где эти рамки. Сейчас я еще выясню, где они находятся. Скажите, пожалуйста, они сработали? На товаре. Ну, на твороге нету. Не виснице. Не каждый товар. Не каждый товар, а при роде. Вопрос звучал в другом. Сработали? Не сработали. Зафиксируйте, пожалуйста, что не сработали. Вышел и дальше что? Остановился, стал куда-то уходить. Что происходило? Опишите. Опишите, вот, с момента, как я вышел и что происходило? Ставик, я не знаю, так, в конце ленты, где у нас кончается, ну, касса. То есть, стоял, ждал, чего я ждал? Вы не ждали, стоял охранник, он сказал, что нельзя выходить с неоплаченным товаром. Откинули руку, а дальше я стала. Так, подожди, давайте по моим вопросам. Значит, я остановился и стоял, правильно, ждал? Вопрос какой у вас? Вопрос. После того, как я вышел за пределы линии, которые вы там придумали себе в голове, что происходило? Я ничего не придумала. Стоял охранник, вот тут возле этой кассы, где вы вышли. Да вернемся мы сейчас к охраннику, подождите, не спешите. Она вот как отвечает, так я буду записывать. Вы задали вопрос после того, как я вышел за пределы линии, кассы. Давайте тогда вот этот вопрос чуть-чуть пониже сделаем. Сейчас между ним вставим следующий вопрос. Когда подошел охранник? Когда еще не вышли за кассовую линию. Охранник слышал бы ваше предложение мне, как покупателю, пройти на инфопункт? Да или нет? Присутствовал ли охранник, когда вы мне предложили пройти на инфопункт? В этот момент он уже находился там или нет? Или он подошел позже? Я не помню. Можете ответить, не помню. Не помните, да? Просто странно, один говорит, пройдите на инфопункт, а другой, предположим, не пускает. Это противоречие. То есть нужно понять вообще, в чем происходит. Инфопункт проходит со стороны зала. Вы мне как-то поясняли, как мне подойти на инфопункт? Мне пройти на инфопункт. Это вы сейчас мне говорите, что я там как-то должен был, как-то вот так вот сделать. Опишите охранника. Вы его знаете? Как он выглядит? Я не знаю, кто охранник. Кто они? Я не знаю. Охранник магазина. Потому что он работает в нашем магазине. Ну, малый, что он работает. Высокий, в очках, седой. А помните, как его зовут? Я не знаю, как его зовут. Высокий, седой, в очках. Как звать, не знаете. Откуда вам известно, что он является охранником? Он работает у нас в магазине. Ну, у вас много кто работает в магазине. Откуда вам известно, что он работает охранником? Давайте я так сформулирую. Откуда вам известно, что он работает охранником? Я не знаю, как точно называется должность. Конт pillер, охранник. Вот, пожалуйста, зафиксируйте, что вы не знаете. Куда вы знаете, что это был охранник, да? Вы отвечаете, что вы точно не знаете, кто это, охранник либо контролер. Правильно я вас понимаю? Да, вам нужно именно слово? Конечно, конечно, каждое слово имеет значение. А вы потом все это называете просто. Я своего имени называю охранник. А как они точно называть? Вы читали трудовой договор с этим человеком. Вы не знаете, как его зовут, лично с ним не знакомы. Ответьте мне на вопрос, к какому основанию вы считаете его охранником? Он работает у нас в магазине. Предполагаю, что это охранник, правильно? Да. Ну как вы предполагаете, что он уже работает у нас? Да мне что, что он работает. Я вам еще раз объясняю. Знаете, это четко, что это охранник и все. Вы читали трудовой договор с этим гражданином? Вы уже ерундией-то не занимаетесь? Нет. Ради бога. Да потому что он не охранник. Хорошо, давайте вы так ответите, я сейчас задам следующий вопрос. Вы видели трудовой договор этого работника с работодателем? Зафиксируйте, пожалуйста. На каком основании вы считаете, что данный работник ОК является охранником? Это мое мнение, это сотрудник. Ну так, давайте так зафиксируем, что это ваше мнение. Какой вопрос? На каком основании вы считаете, что данный работник является охранником? Вы сказали, что ваше мнение? Он работает у нас в магазине охранника. Ответьте, пожалуйста. Так она ответила. Как еще разок? Он работает у нас в магазине охранника. Все. Вас что-то не устает? Я задаю вопрос. Ну так она ответила. На основании почему она так думает? Она так думает. Хорошо, поясните. Она работает в магазине, он работает в магазине охранником, по вашему мнению? Я этот вопрос снимаю. Хорошо, давайте я еще раз по-другому задам вопрос. Он работает в магазине, в организации ООО «Окей», либо в какой-то другой организации? Вы это знаете? Я не знаю. Нам не рассказывать, кто... Понимаете, я не буду сейчас предсвидетелям все это пояснять, и не для вас это тоже такое пояснять. Это если дело дойдет до суда, я в суде это буду пояснять. Но мне нужно, чтобы эти вопросы были зафиксированы, что данный работник не знает об этом человеке, ни кем он работает, ни где он работает. Понимаете? А все его доводы основаны на предположениях, потому что она так думает. Так, какой вопрос? Вопрос следующий. Еще раз это спрашиваю. Поясните, пожалуйста, на каком основании вы считаете, что данный работник является охранником? Так он же работает в нашем магазине. Она ответила, он работает в нашем магазине, это охранник. Хорошо, следующий вопрос. В какой организации этот работник работает? Я снимаю этот вопрос. Почему? Я настаиваю, чтобы этот вопрос был зафиксирован. Он не относится к очной ставке сейчас. Он относится, потому что в данный момент свидетель пытается ввести в заблуждение. Он пытается сделать вид, что он знает, кто этот человек. А я вам говорю, что этот человек не является охранником. Он не является работником магазина ООО «Окей». Это в документах дела есть этому подтверждение. Я хочу, чтобы свидетель дал конкретные показания. В какой организации указанный охранник работает? Правильно? Да. Говорите, в какой организации работает. Вы все знаете. В магазине ООО «Окей». В магазине ООО «Много разных организаций». Она ответила. В магазине ООО «Окей». Она уклоняется от ответа. Она ответила. Она ответила так, как ей нужно, а не так, как вы хотите. Подождите. Я буду сейчас снимать все вопросы вас. Послушайте меня, пожалуйста. Потому что это уже не относится к делу. Я задал конкретный вопрос. Она уклонилась. Мы здесь точную ставку проводим для того, чтобы понимать, были ли вы на кассе тогда, взяли ли вы товар, вышли ли вы с ним не оплатили товар. А я хочу установить обстоятельство дела, понимаете, которое имеет очень важное значение. Потому что, как сказал в самом начале, что был конфликт. Я хочу понять, в связи с чем был этот конфликт. Я хочу привести к тому, что конфликт был в результате действий охранника. В кавычках охранника. Понимаете? Какие действия охранника? Я сейчас к этому вопросу, вы все поймете. Я вас сейчас хочу узнать, на каком основании данный работник считает этого гражданина, находящегося в магазине, в котором находится много организаций. Много там организаций находится. И Литуаль там находится, магазин. И много-много, понимаете? И суши продают. На каком основании вы считаете, что вот этот гражданин является охранником? И охранником какой организации? Вы кто? Вы кассир? Или вы руководитель магазина? Откуда у вас эта информация? Если вы не знаете, вы так прямо расскажите. Сотрудники охраны. Такой вопрос. Я еще раз задаю вопрос. Что это охранник не Литуаль, а ОК, откуда я знаю? Я вам задаю конкретный вопрос. Вы своими ответами хотите показать, что вы знаете, что это работник охраны. Я вас спрашиваю, если вы все знаете, поясните, пожалуйста, откуда вам известна эта информация, что он является охранником? Просто назовите, откуда вам эта информация известна? Либо скажите, что я так думаю, чтобы это для протокола было зафиксировано. Вы сейчас говорите в утвердительной форме, что он является охранником. Хотя, что написано на бейджике, я не читала. Вопрос. Откуда вам известно, что это охранник? Что отвечаем? Она будет у нас в ОК. Я не знаю, как. Вы можете добавить слово, что я думаю, что он охранник? То, что он там работает, я вас еще раз задаю вопрос. Уточните тогда, пожалуйста, в какой организации? Она как отвечает, так я и буду писать. Думаю, это вам будет удобно. Это понятно. Это ваше. Вы сами себе задаете вопрос. Тогда пускай, она ответит на конкретный вопрос. Она ответила. Он работает у нас в магазине. Все. У нас в магазине. Задам вопрос. В каком магазине? ООО ОК. Ну или как, просто ОК. Я не знаю, как. Хорошо. И следующий уточняющий вопрос. То есть, он является охранником ООО ОК. Правильно? Ей это может быть и неизвестно. Как я же хочу от нее это добиться, чтобы она сказала, что я не знаю, чтобы она не сидела, не давала заведомо ложные показания. Она не дает заведомо ложные показания. Никого не пугайте здесь. Еще раз спрашиваю. Значит, с ваших слов он является охранником ООО ОК. Правильно? Магазина ОК. Он является охранником ООО ОК. У нас организатор ООО ОК. С ваших слов, он является охранником магазина ОК. еще раз создал вопрос. Для меня это важно. То есть, конкретно сослаться, почему вы так думаете, что он является охранником, вы не можете. Да как не могу, то он работает у нас в магазине. Да много кто у вас работает, понимаете, у него должны быть какие-то признаки, что он охранник. Что? Я от вас пытаюсь добиться этого. С чего вы взяли, что он охранник, а не уборщик, который там туалеты моет? Потому что уборщики моют туалеты, а охранники стоят в воде по массовой линии. Вы за ним следите, чем он занимается? Я за ним не слежу, но это же видно. Данный охранник каким образом себя вел? Он подошел? А, нет, он уже стоял. Сказал, что нельзя, ну, я как-то не положил на дворок руку, что ли, или как-то, что нельзя, он сказал, что нельзя выносить неоплаченный товар. Вы одернули руку. Ну, дальше что, я не знаю, уже спорта. Разговор судьи я не слышу. Не знаю. Еще кто-нибудь подходил к кассе? Когда товар лежал на ленте, когда я уже вышел за так называемым... Дальше стала обслуживать покупателей и за конфликтом не следила. То есть, поясни, кто подходил и что делал, вы не можете. Да. Здравствуйте, я покупаю. звонок. Я не ношу маску. Вы отказываетесь принять без маски оплату? Кому-то звонить. Я не знаю, я fonкин, да, ко мне-то посмотрел. Я eachUNDА просто их подготовил fensoh тепло. еслиицules кого-то вы попадаете Мы не хотим. Зачем мне она нужна? Я не хочу маску надевать. А, то есть вы говорите, что нас не обслужат без маски. Вон контролирует, он ничего не решает. Я сейчас хочу кассируем узнать. На основании чего? Ну, администратор может к нам подойти. Я отстоял очередь, я хочу получить товар. Ну, я у вас тоже один такой. Зовите администратора, если вы не можете принять решение. Зовите директора магазина. Кого-нибудь зовите, кто примет решение. Решение чего? Без маски нельзя? Кто вам это сказал? Сошлитесь на нормативный документ, который вам запрещает обслуживать без маски. Ну, мы тоже списываем, как бы, а вы это... Ну, я думаю, что мы не выявляемся. Ну, мы претензии кассирую любили. Мы сейчас... Товарищ, который покупает, не нарушает законы, а кассир там покупает. Ну, наоборот, не нарушая ни одной буквы закона, не нарушая. Человек хочет приобрести товар, имеет полное право. А вот кассир нарушает. А у вас пакетик будет или пакетик не выбирает? Не мешало бы чуть больше иметь чувство собственного достоинства. Чуть-чуть. А то вы совсем его потеряли. Вы вообще не имеете права нас снимать. А мы вас не снимаем. Можете подойти посмотреть. Вы знаете, вы мне совершенно неинтересны. Значит, в связи с тем, что вы отказали принять акт, я сейчас пойду, чтобы людям не мешать обслуживаться. Вы меня совершенно неинтересны. Не дождутся вашей охраны. Товарищ, который надел на рот тряпку, мне неинтересен. Мы, кстати, имеем право их снимать. То есть, у Конституции 29-я часть 4-я. Да, кстати, у Конституции 29-я часть 4-я. А вы считаете, что вы убери. Положите товар. Так, возьмите, кто ему платит вам. А почему вы взяли его товар? Объясните мне. Объясните, почему вы прикоснулись к его товару? Это его собственность. Руки убери. Я убрали. Товар принадлежит ему. Он отойдет. Он я. Ваше имя. Представьтесь. А ваша сирь не захотела принять деньги? Представьтесь, охранник. Назовите имя документа. Статья 24-я Конституции. Представьтесь. Так. А ваша сирь не захотела принять деньги. Мы все свидетели. А вы кого-нибудь есть телефон полетил? Выбираете? Выбираете? Да. Здравствуйте. Значит, видео где поближе? Охранник, да? Вы по лицензии работаете или просто от работе к новой зиме? По лицензии. Да. Домочный подойдет? Не надо. Представьтесь. Вы масками одевайте, пришли в магазин. Ухажьте. 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 У нас в области. Без маски не обслуживайте. У вас нет маски. Я с вами не могу разбаваться. Писать. Работим. Да. Кто-нибудь будет, кто-то помогут разговаривать? Да, пойдем. Старший смену. Да, пойдем. Я время тратим на воду. Вау. Вам старший сказал идти на свой ход.